В 2020 году ВВС России получили 15 истребителей, в том числе первый серийный Су-57. С 2010 года ВВС и морская авиация получили различные типы истребителей. МиГ-29СМТ. Является глубокой модернизацией обычного МиГ-29 с увеличенной дальностью полета и массой боевой нагрузки. МиГ-29УБ. Двухместная машина, предназначенная для обучения летчиков. Она не оснащена бортовой РЛС. МиГ-29К. Корабельный истребитель. АКУП. Его двухместная модификация. Самолеты отличаются дополнительным баком на месте второго пилота. МиГ-35. Это вершина семейства самолетов марки МиГ. Он создан с широким применением технологии истребителей пятого поколения. Су-27СМ-3. Стал последним полученным в ВВС самолетом с индексом Су-27. Су-30М-2. Двухместный истребитель, имеющий много общего с одноместным Су-27СМ-3. Су-30СМ. Отличается от М-2 наличием ПГО и двигателем с отклоняемым вектором тяги. Су-35. Самый современный серийный боевой самолет российских ВВС. Су-57. Истребитель пятого поколения, единственный, имеющий внутренние отсеки вооружения. С Министерством обороны на поставку истребителей был заключен 21 контракт. Наибольшее количество было заказано в 2012 году. К началу 2021 года действует пять контрактов. На производстве МИГ-35. Осталось передать еще два. Два контракта на Су-57. Был передан лишь один. Остальные ожидаются до 2028 года. Третий контракт на Су-35. И контракт на новую модификацию Су-30СМ-2. Авиастроительные заводы, производящие истребители. Производственный комплекс номер 2 РСК МИГ. Луховицкий авиационный завод имени Воронина. Нижегородский авиастроительный завод Сокол. Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. И Комсомольский на Амуре имени Гагарина. Наибольшее количество истребителей для ВВС и морской авиации поступило в 2014 году. С 2009 года в общей сложности было заказано 419 истребителей. 291 из них уже поставлен. А 128 должны поступить до 2028. Поступление самолетов по годам и типам. Су-30М-2 стал первым полученным в этот период. С 2011-го в ВВС начали поступать Су-35. На следующий год к ним присоединились Су-30СМ. А в 2013-м палубный МИГ-29К. 2015-й стал годом наибольшего количества полученных типов истребителей. В 2017-м в ВВС получили 100-й Су-30СМ. В 2019-м в ВВС получили предсерийный МИГ-35. А в 2020-м долгожданный истребитель пятого поколения. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии. На этот раз в рубрику «Интересное» попали две новости. Контракт на производство Су-30М-2, максимально унифицированных Су-35. И разработка для них и для версии СМ новой ракеты. С возможностью поражения как наземных, так и надводных целей.